Добрый вечер. Рай в кружке шоу. Снова с вами. Брюд был очень хорош. Честное слово. Рим, Рим, Рим. Он разочаровывает не сам город, а я говорю исключительно об этом турнире, который очень плохо организован. И он не только плохо организован, о чем уже высказывались многие теннисисты, участники этого соревнования, но и на сегодняшнем дне вот этот пример, когда идет дождь, идет сильный дождь, а теннисистов и теннисисты заставляют играть под проливным, реально дождем, под ливнем. В правилах многое что написано. Вы все, конечно же, эти правила первым делом прочитали, еще когда даже не знали, что такое теннис и с чем его идут. Без вопросов. Все это так. Но когда ты смотришь за игрой, вот к примеру, Анна Бондар и Цинь Винджин, то, понимаете, это не теннис. Ну, если вы этот матч не смотрели, ну, это ваши проблемы в данном случае. А я смотрел. И я считаю, что в таких условиях играть нельзя. Но нужно, собственно говоря, плану соответствовать, нужно сегодня провести определенное количество матчей. Нужно в итоге этот турнир с горем пополам довести до конца. Вы знаете, я, честно говоря, не помню ни одного, во всяком случае, крупного турнира, который из-за проблем, связанных с дождями и вот со всеми остальными катаклизмами, не был завершен. Да, бывало, что на день финал сдвигался. Бывало. Но никогда не возникало неразрешимых проблем, даже если погода чудовищна. И если сегодня, вот этот день, ты, по сути, сделал выходным, не заставляя мучиться участников, то ничего страшного не произошло. А на выходе получилось что-то очень отдаленно напоминающее теннис. Это касалось и встречи, кстати говоря, Андрея Рублева с Алексом Молчаным. Это не теннис. Это другая игра. Я могу привести очень много примеров, но смысла в этом особенного на самом деле нет. Потрясен до глубины души тем, что я увидел сейчас во встрече Бондар Цинбенджан. Это за грани. И это абсолютное неуважение к теннисистам. Это абсолютное пренебрежение вообще всего и вся. Зачем это делать? Ну, вы можете только догадываться сами. Я тоже догадываюсь. Впервые такие бабки. Время. Они всегда были немалые. Я имею в виду турнирные. Но призовые. Но в этот раз вообще такие, что ого-го. И тут нужно просто рапортовать. Нас рапортовать каждый второй любит. Когда о теннисе говорит. Вот. Ну, вот там тоже решили рапортовать. Это безобразие. Единственное, наверное, светлое пятно во всем сегодняшнем дне. Это матч Кутерметова-Потапова. Во-первых, он был в тот момент, ну так повезло, когда погода более-менее была нормальной. Да, все было мокро, сыро, но не было проливного дождя. Ну и тот теннис, который продемонстрировали обе теннисистки, заслуживает аплодисментов. Мне единственное, что очень обидно, когда столь сильная и столь классная, в данном случае, Анастасия Потапова, которая проиграла, вот она покидает турнир-то столь рано, просто из-за того, что, ну, так сложилась сетка. Я согласен, что вы мне будете говорить в ответ, что так бывает, это теннис, и это, в общем, как бы, ну, входит в стоимость билета. Все это, да. Я ни в коем случае не призываю дать возможность Анастасии Потаповой продолжить турнир. Спасибо же. Речь не об этом. Речь о том, что когда ты видишь на одном турнире буквально там один за другим матчи, такое бывает, ну, или даже в параллель, и вот в этих матчах уровень игры в одном, словно говоря, где-то близко к небу, а другой близкий к земле. Разница очень большая. Я не буду пока показывать пальцами на тех, кто играет очень плохо. Но реально очень обидно, когда действительно умеющие хорошо играть в теннис, теннисисты и теннисистки, просто на примере матча Кудармета-Вападаба, да, вот они вынуждены завершать свою деятельность на турнире, завершать борьбу за титул столь рано. А некоторые абсолютно незаслуженно, если брать уровень своей игры, качество игры, умения. Идут, идут и идут. Вы знаете, я думаю, что я на этом ставлю точку. В конце я еще раз скажу одно предложение. Рим турнир разочаровал. Чтобы как-то изменить свое отношение к этому турниру сейчас, должно произойти какое-то чудо. Я не верю в это чудо. Мне очень обидно за то, что я вижу в этом году на, казалось бы, очень классном, крутом турнире в Риме. Сегодня брюта не будет, поэтому завтра рай в кружке шоу будет. До завтра. И это точно. Продолжение следует...